Магнитогорск В Челябинском Я думаю получается и можно приводить Примеры там из давней истории Но лучше приводить вот те которые Последние события Последние цифры, последние примеры Они достаточно красивы и значимы Ну скажем Магнитогорский аэропорт То есть все мы понимаем Значимость транспортных артерий Для того чтобы люди могли себя чувствовать Не оторванными от жизни И могли спокойно совершенно перемещаться В этом пространстве Мы все прекрасно знаем что Магнитогорский аэропорт Собственно как и Челябинский правда Имеет изношенную полосу Которая в ближайшем совершенно будущем Уже не позволит самолетам Летать и садиться И это не просто понимание И чувство такого старшего брата Который готов по плечу похлопать Сказать да проблема есть давай решай Давай напрягайся решай Это нормальная ситуация При которой область принимает Очень активное участие В реконструкции этой полосы Причем это участие Уже до нашего с вами разговора Было выражено в 25 миллиардов рублей Это нормальные Это живые деньги Это большие деньги И это участие было продолжено Вот после последней поездки В Магнитогорск Еще поднята эта планка Примерно такую же величину Это гигантские деньги Это гигантская проблема Это надо решать Это будет решено Есть более простые земные вещи Не связанные с самолетами И с воздухом Ну скажем те же самые дороги На сегодняшний день В Магнитогорске создана Крупнейшая структура Областная Южерал автобан Которая будет заниматься Строительством новых дорог Причем это будет касаться И дорог вокруг Магнитогорска Объездных Которые в определенной мере Должны экологическую ситуацию Облегчить И транспортную ситуацию Внутри города Меридиан, да? Да, это по сути меридиан Вокруг Магнитогорска Это будет касаться Основных магистралей направлений Челябинск Верхний Уральск И так далее То есть схема такая Утверждена И все корректировки В наши областные программы Внесены Более того Что на мой взгляд Самое ценное В этом смысле Что это не просто программа Одного дня Или одного года Это программа Которая рассчитана На 10 лет По Магнитке Вопрос решался Таким образом Что мы участвовали В постановке Туда Ну по сути Первой цифровой станции АТС Для города Значит На сегодняшний день Мы С Булгаком С министром связи Немножко ругаемся По этому поводу Но я думаю Что мы дожмем Эту ситуацию К лучшему И Доругаемся До хорошего Так что Будет В Магнитогорске Своя Междугородная Автоматическая Телефонная Станция Это во многом Облегчит Проблему Контактов И организации Так сказать Связи со своими Родственниками Где угодно Совсем недавно Состоялось Собрание Благотворительного Фонда Металлург И из областных Средств Выделено 2 миллиарда Рублей На участие В завершении Средства дома Для пожилых людей То есть это Опять-таки Реальный Совершенно четкий Выраженный в цифрах Вклад В решение Тех или иных вопросов Я думаю Что важно И то Что многие Из этих людей На сегодняшний день Своих внуков Водят На хоккей Или с клюшкой Или чтобы смотреть Для Магнитогорска Это сегодня Зрелище номер один Стало благодаря В общем-то Чисто усилиям Последних лет И Металлург Магнитогорска В данном случае Как раз он оказался Тем самым Спрутом Который высосал Соки Хоккейной славы Из того же Из трактора Из Челябинска И так далее Так вот На следующем этапе Мы сейчас рассматриваем Этот проект Наше участие В строительстве Второй хоккейной площадки То есть Опять-таки По последнему слову Техники Организованы Для уже Пацанов Тех Которые Завтра должны Войти в состав Металлурга Так чтобы У города появилась Не просто Хорошая команда И хорошая база А чтобы появилась Нормальная хорошая традиция И хорошая школа Считаете ли вы Что мы сейчас Переживаем По-настоящему Переломный момент В истории И можно ли Как-то его Охарактеризовать Да Это конечно Переломный момент Безусловно И Ну Единственное На каждом Таком переломе Есть одно Единственное Свойство Или там Одно единственное Рекомендация Рецепт Что ли Как это все Переживать Надо просто Спокойно работать Вот единственное Чего нам Не хватает Всегда Это Времени Для нормальной Спокойной работы Причем Каждого И это время Оно повышает Ответственность То чего у нас Не было Не отвечали По большому счету За себя Даже лично Мы всегда Были Нормальными Иждивенцами Которые Ждали Определенный Положенный Ему Кусочек Заработной Платы Определенные Положенные Ему Благо За которые Надо было Биться Уже Известными Способами Чтобы к ним Добраться Чтобы встроиться В эту систему Распределения Чтобы как Тот Ишак На водокачке За этой морковкой За квартирой Ходить всю свою жизнь Вокруг Нее То есть Понимая Что для этого Надо быть Лояльным К этому Говорить Вот это И так далее Думать так Делать так Вы говорите О переменах Мне вспоминается Концовка интервью Которое дал Товарищ Зюганов Челябинскому телевидению Где он Говорил Уже просто О механизме Передачи власти То есть Человек Настолько уверен В победе Что его Интересуют Эти вопросы А не другие Ну у него В этом интервью Челябинскому телевидению Прозвучала Очень такая Замечательная Смитутскерная вещь Когда речь шла О том Что Я говорил Об этом В 90 Я говорил Об этом В 92 Я говорил Об этом В 94 И так далее А я себя поймал На мысли Ну хорошо говорил А делал то что Понимаете Тут Всегда По человеку Все равно Судить Не по Его разговору А по Тому Что он делает И только Это единственное И смирило Как бы Вообще Любого человека Он может ошибаться Он может Что то делать Неправильно Он может Раскаиваться В этом во всем Но он что то Должен делать И тогда Можно говорить Что на весах Перевешивает Дела Или ошибки